Здарова! Эээ, Трибор! На одном из моих последних стримов мой подписчик Шейд через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала Ammunition Time, который называется «Почему броня Цербера плохая? Джин Рох». Я загуглил, что такое Джин Рох, думаю, что-то как-то мне вот эта броня, которая на превьюхе напоминает либо броню из Killzone, либо из какого-нибудь, может, Fear, не помню. Я загуглил что-то такое, Джин Рох, это какая-то анимеха, оказывается, о которой я вообще никогда не слышал, но, естественно, не смотрел, поэтому вдвойне интересно будет узнать, что это за броня такая, что это за анимеха такая, вдруг она интересная, и мне захочется ее посмотреть. Но прежде чем начать смотреть видосиан, не забывайте подписаться на телеграм-канал, на вас на Яндекс.Зен и на группу ВКонтактике, все ссылочки будут в описании. А вот теперь давайте глянем ролик, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Броня отряда по борьбе с терроризмом Цербера из аниме Джин Ро, также известного как Оборотни, имеет весьма занятный и самобытный дизайн. В текущем видео мы, как обычно, попытаемся разобраться в том, насколько эффективна и реалистична броня из спецотрядов... Блин, какая мыльная картинка, прям жесть. Так. Давай. Начинаем разбор. Круто. Чуваки, короче, решили пострелять в облаченых какие-то прям железные доспехи людей, и на что еще надеялись. Серьезно, вы какие-то странные. Бойцы специального отряда носят уникальные в своей вселенной комплекты брони. Но это не силовой доспех, как пишут на некоторых форумах. Это важный момент. Просто доспех, да? По сути, это люди, закованные в обычные стальные доспехи с поддоспешной одеждой. Все, что там есть технологичного, так это модуль, как я понимаю, радиосвязи, судя по вот этой антенне. Что-то какой-то, правда, огромный модуль. Зачем он такой нужен? И его, мне кажется, разбить прям очень легко. Который они носят на спине. И красные окуляры, позволяющие видеть в темноте. Также церберы носят маски с защитой респираторной системы. Предположительно, они используют замкнутую систему дыхания в своих костюмах. И вот этот большой модуль на спине имеет в себе очистные механизмы. Ну вот если очистные механизмы, тогда еще окей. Но просто если рация, как-то очень странная. Ты уже заметил, что при описании я руководствуюсь только своими умозаключениями. Причина в том, что точных схем работы снаряжения спецотряда я просто не нашел. И предполагаю, что их вовсе не существует. По некоторым признакам, церберы чем-то похожи на солдат в химической защите из прошлого века. Хотя в реальности таких... Как-то совсем далеко. Они похожи. Комплектов никогда не было. Выглядят они при этом очень круто. Точно так же, как и бои на далекой... Господи, рекламка давайте немножко. Матнем-ка ее. Так, где там у нас заканчивается рекламка? Цербера. Отряд Цербер выполнял различные задачи по обнаружению и ликвидации террористической угрозы. Что-то не сказал бы я, что эти вот... Люди, на которых они охотятся, плохие, по крайней мере, по вот этому ролику. Может, в аниме они прям какие-нибудь мега-отморозки. Хотя при этом они позиционируются как некая тайная организация. Подождите, что? Тайная организация, носящая на себе вот такие вот огромные и, ну, как бы, заметные доспехи. Я не похож на тайную. Хотя экипировка у них, ну, ни разу не эталон скрытный. Вообще ни разу. Это я о том же. Это скорее штурмовое. И еще и глаза, блин, горят. Вообще, типа, я тай... Нет, ты не тайный, чувак. Я тебя вижу, во-первых, из-за глаза. Во-вторых, ты как будто бы танк, блин, идешь на меня. Отряд с тяжелым вооружением, который, ну, вообще не вяжется с ползанием по канализации и узким ходам. Ни разу. Ладно, это чисто мысли вслух. Если по факту, то такие доспехи в стрелковом бою... Ну, по-моему, вот здесь вот на рисунке доспехи по-другому совсем выглядят прям вообще. Не слишком-то удобные. Во-первых, они шумные. Когда боец двигается, металлические пластины трутся и лязгают друг о друга. В такой снаряге не получится незаметно подкрасить в темноте к противнику. Тем более, если церберов несколько. И особенно в помещении с хорошей акустикой, каким является канализация. Ну, это не то, что они там скрытно подкрадутся со спины. Понятно, что их вооружение говорит о том, что они не для этого предназначены. Они просто за несколько кварталов до цели опозначат своим шумом... Ну, за несколько кварталов... А, ну хотя, наверное, если в канализации, то, конечно, да. А в городе вряд ли за несколько кварталов их услышат. ...присутствие, и цель вполне себе успешно куда-нибудь слиняет. Это да. Во-вторых, спецотряд не только отлично слышно, но еще и отлично видно в темноте... Из-за глаз. ...благодаря окулярам на маске, которые светятся красным цветом. Не менее забл... А красный цвет, насколько я знаю, он лучше всего распространяется в темноте. Правда, что сами бойцы тоже видят окружающую действительность через ярко-красный фильтр... А зачем? Неудобно. ...как терминаторы Т-800. Уж не знаю, что там за матрица была у роботов из творчества Джеймса Кэмерона, но человек лучше в таких цветах точно видеть не будет. Да, это как-то не очень удобно. Глаза болят. Теперь пару слов о том, что снаряжение Церберов способно вынести. Ну, в аниме-экранизации мы видим, как пули отскакивают от Церберов, как об стену горох. Прикольно. Только там, мне кажется, пластин очень мало, потому что, ну, как бы, половину рук вообще не защищены, потому что, ну, там просто вот эта вот кожаная, может, какая-то вот подоспешная одежда, или как он ее назвал. Горло тоже, это просто, я как сказал, резина кожаная? Кожаная, ну, кожаная вот какая-то подкладка. Короче говоря, ну, его можно ранить, я думаю. ...спецотряду ведут плотный огонь из нескольких стволов, но ребята даже... Вот это лицо. ...спрятаться, встать в полоборота и так далее. Они вообще двигаются так, будто у них броня там не полтора миллиметра, не два, а пятьдесят. Как будто это танковый бронелист. Хотя, справедливости ради, нигде не указано, из какого металла выкованы эти доспехи. Да, мне кажется, такого металла, по крайней мере, в нашей вселенной не существует, чтобы можно было вот так вот без проблем стоять, как будто бы под душем. Допустим, что они какие-то суперпрочные. Но в этой ситуации есть один... Ой, это что за игра? Дело в том, что чуть позже будет эпизод, где на учебной тренировке такой же Цербер расстрелял своих коллег резиновыми пулями, резиновыми, Карл. Он потом пояснил, что у снаряжения есть свои изъяны, и туда можно попасть, поэтому броню надо грамотно использовать. Какого фига, блин, резиновыми? Насрать, просто стоят, да, а в них стреляют из трех оружий. Пофигу. Здесь резиновыми пулеми чувак нашел у них какие-то бреши, да, и попал. Там плотный огонь из трех оружий, и никуда не попали. Какая сказка. Ну уж если резиновыми пулями можно вывести бойца Цербера из строя, то плотным огнем из настоящих стволов это можно сделать и подавно. Вот я о том же. Так что это жесткое противоречие уже в самом фильме. Ну это же просто аниме. Аниме крайне редко логики какой-то, мне кажется, обладает и действует. Хотя это еще цветочки. Дальше больше. В самом начале рядом с отрядом взорвалась смертница, которая несла с собой бомбу. Так вот, от взрыва этой бомбы у всего района вырубило электричество, а давление в подземелье достигло такой силы, что аж канализационный люк приподнялся. Для понимания, самый легкий люк весит 45 кило. Фига себе он тяжелый. Я знаю, что тяжелый, но это, по-моему, слишком. А в канализации очень просторные коридоры и вообще много места, поэтому давление там должно было быть запредельным, чтобы поднять настолько тяжелый предмет, как люк. Соответственно, делайте выводы сами о том, какой силы был взрыв. И там, кстати, с канализацией ничего не случилось и с ними тоже. В чем тут юмор? А в том, что весь отряд церберов стоял рядом с эпицентром взрыва, и после этого не только никто... А, нет, хотя дырочка есть какая-то, да? Стену разворотило! А с ними все нормально, они прямо возле нее были. Не погиб. Ну и все сохранили прежнюю боеспособность. Капец. Кроме главного героя, который получил какую-то травму, мы даже не можем сказать какую. Потому что слишком мыльно. ...травму плеча. Плечо было просто забинтованное, он как сумасшедший бегал по территории части. Естественно, все это невозможно в реальной жизни. Какая бы ни была там крутая броня у церберов, ударная волна от такого взрыва нанесла бы заброневые травмы, несовместимые с жизнью. Гематомы, разрыв внутренних органов и так далее. Хотя, если на чистоту, экипировка спецотряда не спасла бы даже от полного разрыва тела на куски. Причем снаряжение бойцов показывало резистентность к оружию массового поражения целых два раза. Второй случился, когда рядом с главным героем, по имени Кадзуки Фусе, взорвалась реактивная граната, а ему хоть бахны. Ты вообще насрать. И глушение. Я на самом деле не знаю, чем отличается обычная граната от реактивной, поэтому... И не контузии. Естественно, это сказки. Естественно, конечно, сказки, блин, но это аниме. Просто посмотрите, как выглядят защитные снаряжения сапёра. В таком комплекте он напоминает зефирного человека из фильма «Охотники за привидением». Прям копия. И подвижность у него точно такая же. Всё защищено максимально, кроме рук, потому что это конечности манипуляторы, и они должны свободно работать во время обезвреживания мины. Разумеется, стальные пластины в такой снаряге тоже есть, они спасают тело от осколков. Но основная задача костюма — защита от ударной волны. Суть в том, что даже эта супер... Она просто глушит её, так понимаю, немножко. ...плотная оболочка не спасёт от детонации мины в упор. Только с дистанции 4-5 метров... Ну, блин, это плохо, на самом деле. А какой смысл тогда, если он подходит к мине как раз в упор? И с дистанцией же он будет её как-то вот так вот, да, манипулировать ей. ...от эпицентра взрыва. Чем ближе, тем ниже шансы выжить. Разумеется, наш Фусе в своих-то пластинчатых доспехах приказал бы долго жить ещё в начале фильма. У него там даже ноги полностью открыты. ...как и все члены его отряда. Теперь, что касается конструкции и расположения на теле самой брони. Это, конечно, всё выглядит максимально по-идиотски. Взять хотя бы каску. С боковой проекцией мы видим какие-то отверстия. Зачем? Чтобы голова дышала. ...какое позвольте узнать. Дуршлаг, вентиляция, скворечник или дырки. Дырки для пуль, чтобы бойца было легче убить. В общем, такие каски точно надо записывать. А лучше вап... Блин, давайте, по-моему, это реально это брак... ...не допускать к производству. Также в доспехах есть огромная брешь, пах и бёдра. Да. Я не знаю, если честно, почему столько дизайнеров вымышленной брони чмырит пах и бёдра. Это насрать. Может, у них там на курсах есть какие-то рекомендации? Ну, правда, ведь там же проходят... Я вообще слышал то, что в бедро, если, может, попадёшь, то от кровопротерии можно откинуться. Крупные сосуды, бедренные артерии. Если её пробить, то летальный исход наступает в течение минуты без оказания... Офигеть, даже минута быстро. ...срочной профессиональной медицинской помощи. Эти места должны быть защищены, особенно у тех, кто лоб в лоб стреляется с такими же вооружёнными противниками. Зато почему-то сделали защиту голеностопа. Разумеется, там тоже проходят крупные сосуды, которые нуждаются в защите. Но это не отменяет того факта, что почему-то бёдра голые. В принципе... Это реально очень странное, типа, решение. Я мог бы понять, если бы Цербера с тяжёлыми пулемётами ввели огонь из-за укрытия или из-за спин своих товарищей. Кроме аниме-экранизации, есть ещё и фильм Джиро 2018... А, это из фильма, понял. ...го года. Вот там как раз Церберы имели впереди себя шеренгу бойцов с высокими щитами, которые... Ну, здесь более-менее логично. Нифига себе. Японцы решили последовать как-то хоть немножко логике, да? ...прикрытие пулемётчиков, являющихся, по сути, ходячими турелями с низкой подвижностью и маневренностью. Вот в сочетании с такой тактикой броня отряда обретает смысл. Ну, а сами по себе пулемётчики, какими они показаны в аниме, были бы очень уязвимы и являлись бы ходячим фрагом. Разумеется, никак... О! Фраг! Давайте завалим его. ...их рациональных углов наклона у бронепластин Церберов тоже нет. Да и сама конструкция деталей доспеха в целом какая-то странная, мягко говоря. Он закрывает лицо рукой, которая практически полностью тоже открыта без брони, блин. Как итог, броня Церберов, конечно, частично могла бы существовать в нашем мире, но, скорее всего, только в 20-м веке, и она точно не использовалась бы тайными организациями. Я в Дангетце слишком массивно, громко и... ну его нафиг. Это, скорее, универсальное штурмовое снаряжение, которое было бы актуально на полноценной войне. Такие дела. Пишите что-то... Блин, ролик офигенный, что-то... ...предлагайте идеи для будущих выпусков в комментариях под видео, не забывайте. Я почти все ролики, ну, многие ролики, аниму Нишин Таймы смотрел, и они были почти всегда слишком, ну, такие серьёзненькие. Здесь я что-то прям проржался откровенно, потому что, ну, я не знаю, аниму всегда делают такую лютейшую дичь, но от этого я его и люблю. Я, кстати, хотел бы посмотреть побольше всяких видасянов про анимешное оружие и броню. Ну, это было бы круто, если честно, потому что там поле прям непаханное, много всякого интересного и разнообразного есть. Поэтому ждём дальнейших видосов анимешного именно по анимехам, будет интересно глянуть. Видос офигенный, лайк у себя уже поставил, огромное спасибо Шейду за просьбу посмотреть этот ролик. А если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий, не забывайте прожимать бубенчики с интересующей ссылочкой в описании. С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр, пока!